Вы смотрите новости Запада Башкирии. Свершился митинг возложением цветов к памятнику первого космонавта Земли. 13 апреля председатель Госкомитета по транспортному и дорожному хозяйству Тимур Махамтьянов провел выездное совещание в Довлекановском районе. Он обратил внимание, что протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в районе составляет 222 километра. В сравнении со средним общереспубликанским это низкий показатель. В этом году на дороге Довлекановского района выделено 113 миллионов рублей. Тимур Махамтьянов отметил, что запланированные ремонтные работы должны быть закончены до октября. Также он высказался о необходимости ремонта моста на улице Гагарина. Ремонтные работы на нем не проводились с самого строительства. Поисковый отряд «Факел» совершил первый в этом году краеведческо-полевой выезд по Довлекановскому району. Поисковые работы прошли в районе урочища Миновка, ныне территория между деревнями Александровка и Шестопаловка. Ребята обнаружили медаль за отвагу времен Великой Отечественной войны. Они установили, что медаль принадлежала сержанту Алексею Карасеву. Ее он получил в феврале 1945 года. Ребята просят откликнуться всех, кто что-нибудь знает о близких этого солдата. Звоните по телефону 3-15-27. В Бешбулякском районе впервые прошел конкурс профессионального мастерства водителей школьных автобусов. Соревнования проходили в три этапа. На первом водители проверили на знание правил дорожного движения и правил обеспечения безопасности перевозок организованных групп детей автобусами. На втором этапе конкурсанты показали свои навыки по оказанию первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим. На третьем – экстремальное вождение автобуса. По итогам соревнований водитель школы номер 2 Бешбуляка Ильшат Хабибрахманов одержал победу. Победителям вручили дипломы и денежные вознаграждения. В Туймазах обсудили будущее башкирского языка и культуры. Встреча состоялась в городской музыкальной школе. Сначала участники ознакомились с экспонатами местного музея и декоративно-прикладным творчеством. На конференции приняли резолюцию по совершенствованию и активизации работы с башкирской молодежью, продолжению работы по сохранению и развитию традиций башкирского народа и языка, воспитанию молодежи в духе патриотизма и укреплению межконфессионального согласия и дружбы между народами республики. Завершающим аккордом стало обращение председателя Совета муниципального района Эльфира Минебаева к участникам встречи. Он призвал их приложить все силы для сохранения и поддержки родных языков. На днях Серафимовский детский дом-интернат принял участие в зональном фестивале «Юморином». Он прошел среди получателей социальных услуг, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания населения. В мероприятии приняли участие команда пяти учреждений. Участники показали свои умения в четырех конкурсах юмора и сатиры – музыкальное искусство, хореография, оригинальный и разговорный жанр. Ребята показали зрителям шуточные сценки, частушки, веселые песни и зажигательные танцы. По итогам фестиваля команда детского дома-интерната стала победителем в номинации «Национальный колорит». 12 апреля в Раевском доме пионеров прошел бал для детей с ограниченными возможностями здоровья «Творчество без границ». В нем приняли участие ребята из 17 образовательных учреждений района. Организаторы праздника постарались сделать эту встречу необычной, веселой и интересной. Мальчишки и девчонки окунулись в мир сказки, где их встречали сказочные герои. Для детей организовали фотозоны, танцевальный флешмоб, площадки аквагрима, робототехники, пальчиковый театр, мастер-классы по рисованию, макрамы и составлению букетов. В завершении праздника с концертной программой выступили финалисты районного этапа конкурса «Творчество без границ». Также ребята получили подарки от администрации. На сегодня это все новости, а сейчас переходим к прогнозу погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова